Столетние дворцы, сохранившие в своих стенах удивительную историю для нас, иногда приоткрывают завесу для чего-то забытого, что было долго скрыто от глаз современного общества. Бленхеймский дворец является имуществом рода Мальборо в Англии, находится на территории графства Оксфордшир. Спроектирован и построен был в самом начале XVIII века как резиденция для первого герцога Мальборо и его жены Сары. Проектировщики огромного имения Джон Ванбру и Николас Хоксмур использовали стиль барокко, что было редким для Англии в то время. Знаменитый потом о герцога, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль родился здесь и именно в этом дворце он сделал предложение своей жене Клементине Хазьер. На территории дворца существует озеро, которое было искусственно создано ландшафтоустроителем Ланселотом Брауном в 1760 году. Это озеро и является предметом нашего пристального внимания, а точнее то, что было под ним. Спустя почти три столетия специалисты решили отреставрировать основание моста Ванбру, а для этого необходимо было осушить озеро. Но когда оно наполовину было спущено, глазам предстала удивительная картина. Внутри исторического моста были обнаружены комнаты и туннели, по сути мост представляло себя целое здание с большим количеством комнат. Многие из них имели камины и дымоходы. На стенах сохранились надписи со времени до затопления строения. Лестницы и переходы не были уничтожены даже спустя столько лет под водой, даже штукатурка сохранила свою уникальность. Также было обнаружено большое помещение, видимо оборудованное под театр, в котором лежали размокшие старые лодки, затонувшие и попавшие сюда примерно в середине 20 века, когда уровень озера падал. Также в одной из комнат, которая оставалась доступной для лодок, были найдены останки моторизованного транспортного средства 1930-х годов. Рой Сокс, занимавшийся исследованием обнаруженного здания, распорядился, чтобы всё строение было тщательно изучено с помощью компьютерных технологий. Всего в мосте длиной чуть более 120 метров было насчитано 33 комнаты, и, по словам исследователей, в некоторых из них могли жить. Также существует мнение, что внутренние пространства были созданы не для использования, а для экономии затрат, ведь пустые области не нужно было заполнять камнем. Старые записи также показывают, что одна из верхних комнат использовалась как помещение для ремонта лодок. По состоянию на начало 21 века, 12-й герцог Мальборо и его домочадцы занимают восточное крыло дворцового комплекса. Интерьеры дворца доступны для посещения, равно как и размещенные в них экспозиции памяти Уинстона Черчилля. Средства на содержание усадьбы поступают от продажи сувениров и лицензий на рыбалку в парке, от распространения минеральной воды, а также проведение во дворце корпоративных мероприятий и свадебных торжеств. Довольно часто на территории усадьбы проходят съемки фильмов. Вот такой интересный ролик получился. Вы когда-нибудь бывали в подобных дворцах? Напишите об этом в комментариях. Если вам понравился материал, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока!